Итак, друзья, мы продолжаем. Деревня гномов, Active Time Event. Виви and the couple. Виви и парочка. Люди здесь явно отличаются. Давай, Хизер. Эм, извините. И куда это ты думал? Ты направляешься. Ты всегда Лойт Руин Рун. Что это вообще за выражение? Это местный какой-то диалект? Ага, вечно ты слоняешься. Просто вот эти апострофы меня как-то озадачили. Так, ты меня вообще перестанешь доставать? Ауэй! А ну-ка, с дороги ты. Ой, извините меня, пожалуйста. Где бы ты был без меня? Ну, да, у них, видите, немножко... Не так они говорят слова, как все остальные люди. Немножко у них есть какие-то свои такие вот выражения. Так, очень друга меня, я очень злой. Так, если ты не хочешь со мной там что-то разговаривать, возвращайся к работе. К работе. Хорошо, женщина, хорошо. Ленивый, нехороший человек мой. Хороший муж мой. Извините меня, Марсими. Так, ты тут что, бегаешь вокруг? Ну... Извините меня, но... Ага, передавай мои приветствия остальным. Ну, тяжело, тяжело мне вообще. Я как бы и с английским, видите, не особо прям так получается у меня переводить. А тут они еще и говорят какими-то словами, блин... Ну, неправильными. Странно, эти люди не боятся меня. Ну, так это ж хорошо, Виви. Наконец-то ты нашел местечко, где для людей ты обычный гость, а не страшный мах. Тут научили меня правильно говорить ралли-ху. Говорят, тебе нужно открывать пошире рот. Ох, 2700 гилл, друзья, вот тут в уголочке лежали за этой аркой с великолепной птицей наверху. И это шикарно. Пойдем направо, можно пойти. А деревушка очень симпатичная. Давайте поговорим с этой дамой. Добро пожаловать в Тайо Орду. Мы добрались на этот континент в поисках кое-кого. О, у нас не бывает. Здесь много посетителей. Ну, окей. Туда я могу пройти внутрь? Могу. И снова Кефтайн Эвент. Что-то там, приключения Куины, да? Или обвинения Куины. Ралли-ху. Ралли-ху и тебе. В этой деревушке есть какие-нибудь вкусняшки? Да, у нас есть. У нас здесь самые вкуснейшие орехи. Вот почему вот тут постоянно крадут еду. Какое... Ну, какой беспредел. Горы очень плохие люди. Все верно. Хм. Много всяких вкусняшек и много симпатичной еды здесь. Если ты хочешь эту тыкву-бомбу, всего лишь тысяча гил, и она твоя. Хм. Зачем мне нужны гилы, чтобы есть еду? Если ты отказываешься платить за что-то, ты крадешь. Хм. Так ты, получается, вор, не так ли? Нет, не я. Я всего лишь гурман. Ты не сможешь меня обдурить, вор. Нет, я не вор. Окей, что это за парень с собачкой? Что делают здесь незнакомцы? Привет, а ты не видел странно выглядящих ребят здесь? Его зовут Куджа. Странно выглядящего парня. Его зовут Куджа. Я думал, речь идет просто о наших товарищах. Нет, речь идет о Куджи. А ты странно выглядишь. Нет. Он выглядит вообще как синистр. Так, а какой же французский мне тут? Предлагаю. Он выглядит зловеще. И... Ты выглядишь зловеще. Вот и поговорили. Так, а собака что у нас? Собака у нас будет лаять на нас, да? Так, а ты отстаньте на их пройти. Больше актив-тайм ивентов. Куина не может общаться. Эээ, что еще мы можем сделать, дамочки? О, обмен рецептами. Ага, опять этот вор пытается украсть нашу еду. Я не вор. Никто бы не сказал, что он вор. И... Ага, ты что-то прячешь. А я... Я... Я ничего не прячу. Эти люди такие сложные. Ну что ж, дамочки. Так, мы должны держать глаза открытыми. Ну, или ушки на макушке, чтобы поймать этого вора. но мы всегда следим за ворами, не так ли? В общем, не получилось, не получилось. Ага, вот, вот, пожалуйста, кто-то там тем временем уже что-то выносит. Ага, когда же уже найдет мой сын себе желудок? Благословите солнце и небеса. Хороший напиток всегда дает возможность посидеть. Замечательно, что за вода. Ага, ходит поверяю, что если вы кинете сюда монетку, то это сделает, ну, в этот фонтан кинует монетку, то такое действие сделает вас счастливыми навсегда. но мы не будем выкидывать свои деньги. Это похоже на развод. Так, я не знаю. Зидан тоже что-то не планировал кидать монетку. Ага, этот фонтан полностью восстанавливает ваше тело и душу. Опять же, наверное, если вы кинете туда монетку, нет. Ну, нам не стоит полагаться на такие истории. Так, а почему я не могу взаимодействовать? Я верю в эту историю. Кидай монетку, Зидан. Угу. Я замечательно провожу время, попивая чаек и просто сидя на этой мягкой подушке. Так, что тут у нас еще? Ага, хотите ли вы остаться за стуги? Ну, можно, давайте, почему нет? Кроватьки может быть и маленькие, но вы замечательно проведете время. Возвращайтесь, когда вам будет угодно. Я думаю, ты... Короче, я не должен работать в такой замечательный день. Вот, что говорит этот паренек, а это его супруга, которая его ранее поймала в коридоре, и она заставляет его работать, а он не хочет лениться. В общем, такая вот у них дилемма. Ленивый муж. Active Time Event. Деггер и Вильям. Извините. Я должен найти жену для Вильяма. No Lazy wants your Вильям for a man. Я кусками понимаю, что они говорят. Что вообще таково с этими незнакомцами? я думаю, она достаточно костлявая. Кто-нибудь из вас видел? Такое впечатление, что она выбралась из кладбища. Это они ее обсуждают, а она пытается им задать вопрос. посмотрите посмотрите на нее. Посмотрите на нее. она вся, говорит, не больше, чем мое колено. Я ни за кого не сыграю замуж. сэнктуаре кладбище. друзья, святилище, пардон. сэнктуаре это на святилище задумалось, наверное, туда нам отправиться. Ага, когда мы все, в общем-то, закончим свою жизнь, наши имена будут в святилище, выгравированные на стене. Это мужчина и женщина, которые получили благословение солнца. конечно, когда мы были молодыми, благословения не было, а теперь у нас все получено. Окей, сюда я могу бежать. О, вау, ничего себе. Я нашел алмаз. Так, мне теперь их обойти, я туда с трудом пробежал. Фух. Куда дальше вообще тут? Ага, окей, вот мы Виви, по-моему, нашли. Что у нас тут за терки? Это место, где мы отдаем благодарность солнцу и небесам. Короче, так странно многих, так много странных вещей происходит в последнее время. В чем дело, Виви? Эти двое людей так, то, что ты мне приготовил было очень вкусно. Ну, точнее, та курица, которую ты приготовил, нет, она была ужасно хорошей, не так ли? Ты готовил ее при помощи магии? Ягоды, которые ты мне дал, они тоже были бесподобные. Эй, Виви, ты вообще знаешь этих людей? Откуда? Я здесь не был никогда раньше. А мне так не кажется. Попробую-ка я поговорить с другими людьми. Такое впечатление, что они знакомы с Виви. Ну, что ж, узнаем немного позже. Хангри, голодный Брайан. Сестра, я голоден. голоден. ты же только что съел вареную солу, не так ли? Да, это так, но она не удовлетворила мой возросший аппетит. давай еще что-нибудь съедим. Ралли ху. Ой, это мистер Пинтихэт. Это мистер остров... конечная шляпа. Ралли ху. Что ты сегодня продаешь? Действительно, что он сегодня продает и о ком идет речь. Это киркбот. Какая-то лодка. символ конда пяти. Что вообще лодка делает там? Я не пойму о чем ты говоришь. Какая лодка? То есть они не знают, что это лодка. Они думают, символ. Это лодка, видите, просто подвешена на таких не подвешена а установленная на двух таких опорах. Я не могу вам позволить пройти леди. Почему он решил, я леди? Что это такое? Это что-то похоже на петуха. прошу прощения на просто на список, на реестр или что-то в этом духе. текущее число пар, которые получили благословение солнца небес под руководством отца Давида и посетили святилище 99. Ну вот тут вносят имена как вот эта парочка сказала что они не могли в какое-то время получить благословение но в итоге получили так тут все интересно там ой все все очень интересно друзья в этой локации но я уже хочу конечно экшена но пока мы тут все не исследуем экшена не будет спасибо вам большое ваш товар всегда здесь приветствуется это вот остроконечный мистер остроконечной шляпе это сказали эй что эй подожди подожди Виви вернись Виви Зидан что происходит я без понятия но мы должны догнать Виви Виви где делся черный мах он убежал прочь а откуда вообще он взялся неужели Брахтай нас нашла вы говорите о остроконечной шляпе ты только что сказал остроконечная шляпа нет я сказал тут немножко видите игра слов пэнти и пэнти какая-то как она переводится чем они отличаются пэнти не переводится да это такая ну в общем остроконечная шляпа они часто сюда приходят из из южного леса а юго-восточного леса и торгуют с нами ты хочешь сказать их здесь много и они живут неподалеку да вам необходимо идти до каких-то гор потом повернуть на восток и вы обнаружите юго-восточный лес они живут глубоко в лесу так глубоко что даже совы отказываются жить там что это вообще значит зюдан я хочу отправиться в юго-восточный лес и найти их да я тоже мне кажется это хорошая идея мы можем найти какие-нибудь разгадки а мне вообще все равно я хочу просто найти новенькой еды где угодно окей тогда отправляемся в юго-восточный лес да да друзья отправляемся только подождите тут же я еще не все исследовал тут и магазинчик хотелось забежать сразу в лес потом так с этими ребятами мы общались или нет понятно так-так-так-так-так застрял вот у нас тут угол у меня к тебе просьба так доставьте письмо сузуна окей сохранимся а давайте сохранимся сейчас и в магазин так как подойти тут много невидимых стен так раллиху что вы хотели бы а хотели бы мы следующее всего по чуть-чуть как-то так так с этим товарищем можно поговорить расскажи мне что-нибудь как получилось так что здесь нет муглы что ты говоришь такое мугла какова она на вкус ну или туман я не знаю честно как перевели в русскоязычной версии просто я знаю пока она выходила в дубляже но наверное не в официальном раллиху раллиху вот и там перевели туман или мугла вот этот момент мне теперь стал интересен ну первую часть первые там 10-12 роликов я переводил как туман теперь начал говорить мугла но есть у меня подозрение что все же наверное туман правильно но продолжаем окей если тебе нужна хорошее оружие или ну точнее меч или посох ты попал в правильное место ой ой ничего покупать не нужно что это вообще такое poison knuckles какие-то отравленные рукавицы или перчатки я просто кому их давать 5000 никому не подходят сейчас посмотрим что можно вообще тут купить и знаете как возможно или метрил форк антиметриловая вилка о метриловая вилка подходит нужно брать просто скорее всего вот эти вот poison knuckles они подходят скорее всего другим нашим персонажем с которыми мы в итоге встретимся так что если деньги останутся мы обязательно купим их так давайте наверное утром улучшим повысит нам показатели ритуальная шляпа 3 пожалуйста да тут неплохие кстати шморки ок став обязательно ок ок как переводится ок это у нас дубовый посох знаете как перевел мне google дубовый персонал но наверное все таки посох ок я его купил или нет что-то я только что запарился кстати на поезд к наклсу нас уже не хватает так гляну денег много осталось продавай если тебе что-то не нужно мне сказали так ок став давайте посмотрим купил или нет да купил хорошо что второй раз не купил друзья атака 23 вместо 16 на 7 единиц увеличивается отлично ритуальная шляпа кстати тоже хорошо гляньте увеличивает много показателей но вообще мы ее покупали вроде как для дейгер или для квина давайте еще раз в магазин зайдем по-моему здесь легче просматривать митрилфорк да мы купили ее митриловая вилка ее нужно будет квине выдать а мы купили ритуальную шляпу для всех троих персонажей ок кроме квины все заходим и одеваем ну какие-то видите показатели повышаются какие-то уменьшаются 3 3 3 у меня есть сомнения что magic defense только в основном сильно повысится кронения уменьшатся даже не знаю но наверное лучше одеваем все-таки зеленым там ну точнее стрелка давайте надевать давайте надевать для вилка лучше всего подходит этот предмет это шляпа короче ритуально так а тут у нас нужно поменять вилку 42 атака теперь квизу ух таким сильным у нас игроком здесь вам в эту сторону вам нельзя пройти леди ну окей друзья вроде как скупились неплохо поговорили мы с этим углом так вот это куда ведет дверь давайте еще глянем и все на выход ясно понятно отправляемся на поиски леса в котором живут черные маги вообще нам сказали на юг двигать на юг вроде как в ту сторону нет 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 вот в ту сторону тут как-то на юг двигать а закончился уже континент поэтому я слегка задача задача в каком направлении правильно двигаться но найдем так что найдем бой движения не будет прокачаем давайте посмотрим что там у юг на что она способна на юг 320 вообще я конечно рассчитывал на то что урон был побольше еще и два промаха ребята умудрились сделать не очень хороший показатель да ладно он еще и подмечился вот блин урон против четверых конечно если бы кстати было 4 грифона против нас этот бой мог надолго потому что достаточно такой сильный противник в плане того что выдерживает много атак достаточно видимо большой запас жизни скорее всего нам нужно будет сейчас спуститься вниз этой горы и вот обойти ее справа и пойти в этот лес и в глубине леса мы обнаружим мази и и и и и и и и и Не может кастовать, отлично, он и не смогут они стать эти дномы невидимыми. Сайленс это отличная обилка, ну отличная магия. Та-та-та-та-м, та-та-та-м. Вот сюда, вот в этот лес нам не нужно забежать, ну я так предполагаю. Сайленс это отличная обилка. Сайленс это отличная обилка. Сайленс это отличная обилка. Сайленс это отличная обилка. Никому с нами не сравнится. Субтитры делал DimaTorzok Мне кажется, мы уже практически на месте. Скорее всего, вот к этому возвышенности, вот к этой в лесу, нужно нам подойти. Так, это что такое? Божья коровка какая-то, скопиум. Мне нужно немного руды. Ну, конечно, мы ее могли бы порвать, но руды у нас вроде как присутствуют. Божья коровка. Божья коровка. Держи. Ну, мне нужно еще. Да ну, ничего себе. Сейчас получит уже втык. Не понимаю там, что... Тут, ребята, агрессивные настроения. Давайте, ладно, еще. Отлично. Я говорю вам привет и пока. Такой грабеж. Но у нас зато повысились там какие-то обилки. Ну, наконец-то мы на месте. И это, скорее всего, именно тот лес, в котором живут маги. А я думаю, они живут так глубоко в лесу, что даже совы не живут там. Окей. Мы на месте. Тут какие-то указатели. Давайте посмотрим. Налево, где есть совы. Направо, где нет сов. Ну, я видел, как направо побежал маг. Ну, давайте сначала налево стартанем. Ну, мне любопытно, что там. Что там за совы. Может быть, там нас ждут какие-нибудь бонусы. Ого, сова. Об этих совах, где-то, шла речь. Давайте немножко огнем. Разперия. Она сейчас стукнуть должна. Ничего себе, 462 атака. Больше огня. Юлия немножко аж поплотела от такого удара. Давайте его подлечим. Новые способности у Юлии не появились. Очки просто есть. А вот способности. А ну-ка, у Квина что-нибудь. Мы, кстати, можем тут автооптимизацию делать. Ага. Абилити арк, наверное. Это этот рот. быстрее повышают улучшаются объемки ага видите там какая-то магия их мы получиться вышли снова назад вернулись на начало о ее сало улетела и теперь тут какие-то секретные найти лабиринта ну-ка так убегаю направо улетает сова видите вот теперь наверно направо я смогу не совсем пока я понял как это действует но но сейчас посмотрим атака давайте попробуем применить 18 единиц магия не стоит наверно что-то крупное ну и гуляй до 1314 атака У меня этого недостаточно, чтобы у них гриба больше двух тысяч, видимо, жизненно. Пошли такие, очень... с большим числом здоровья противники. Ага, я понял, нам нужно бежать туда, где нет сов, получается, или как? Так, вот, ладно, вот одна справа сидит, я думаю, как бы нам туда, но там высунулся этот мах, может быть, все-таки направо. Да, вот такой вот. Куда-нибудь бежишь, все равно выход ты найдешь, то есть не надо выдумывать, тут сильно заморачиваться. Пробегается очень легко. Какой-то, видите, секретный барьер они используют, то есть магический барьер. И, видите, так кажется, лес, обычные, ну, палки голые, а там оказывается целая деревня черных магов. Деревня черных магов, друзья. Люди, что не так? Люди, беги! Подождите. Ты их видел? Да. Они говорили о том, что есть другие, подобные мне. Зачем кому-нибудь строить деревню посреди умирающего леса? Где Вили? Он отправился в том направлении, но я деревня. В деревнях всегда есть хорошая еда. Я пошел на поиски. Так, ну уже вторая у нас деревня. В нашем пути. Эй, народ! И это значит, нам сулит много актив тайм-ивентов. Жиль на бегу. Люди, люди! Виви! Что происходит? Действительно, что происходит? Давайте зайдем в первый повалшенься дом. черный мах номер 239 добро пожаловать я могу вам помочь конечно видите этот торговец не боится люди не люби надо продавать товар парень работает ну все что он предлагает какой-то слабенькая друзья вот единственная ламиа стиара но у нас есть такой предмет жилет для выживания ну по-моему у меня тоже есть такой жилет и я его как-то не это сам дайте купил может быть пригодится что-то вернулся поторговал и дальше сами делаем сюда мы пришли можно направо бежать сюда и опять же и еще направо давайте другой язык это тот как кто пришел к нам сюда с группой людей он в порядке посмотри в его глаза он другой такой как мы спасибо что вы делаете все здесь мы убежали все вместе из александрии и того грузового корабля так далеко ага мы хотим жить в мире где нет людей для этого мы пересекли океан понятно а что это такое это как как же это слово это цена 3 или святилище или кладбище на секунду наверно кладбище да это кладбище точно это кладбище кладбище ну да под землей да наши друзья похоронены здесь но почему это потому что я пришел сюда с мистером 36 мы убежали вместе у нас мы могли столько всему научиться так было страшно поначалу но мы помогали друг другу а потом в один день мистер 36 перестал двигаться он просто перестал просто двигаться или говорить что-то просто двигаться или говорить что-то друзья мои друзья которые знают много вещей сказали мне что это смерть и мы должны похоронить его мистер 36 похоронен теперь под землей но я не понимаю почему он должно быть в один прекрасный день выйдет верно когда он вернется я вы моего в реке о чем он говорит это была болезнь или он был ранен скажите мне почему что дальше вот тут вот еще какая то дверь давайте зайдем так могли я вам помочь что тоже торговать можно продавать так давайте пока не продавать предметы потому что в общем-то покупая ничего не собираюсь и может быть они пригодятся для того чтобы мастерить синтезировать какие-то новые виды оружия посетителей не вторженцы посетителей не вторженцы посетителей не вторженцы извините а почему вы здесь это наша деревня да вы заставили этого маленького парня привезти вас сюда не так ли это все о чем вы думаете люди это использовать нас вы насчет видео это неправда я очень улюблена что могу встретить что мне удалось встретить черных магов помимо били которые умеют говорить так что вообще-то мы здесь для того чтобы остановить личность которая которая отправляет вас сражаться ты говоришь правду ложь все люди лжецы ты врешь но это правда я просто не могу сидеть и смотреть на то как происходят ужасные вещи так тут у нас миллион маршрутов пока что я до конца не могу сориентироваться куда можно куда нельзя но вроде как получается продвигаться вперед ага вот и деггер о зидан в чем дело деггер ну я рассказываю им почему мы здесь почему мы здесь почему мы здесь зидан это просто шутка не злись ты что не видишь я пытаюсь их заставить понять что что такое шутка это страшно это что-то смешное правда деггер вы не похожи на совсем плохих и совсем плохих потому что вы здесь чтобы сразиться с плохими ребятами это верно ты знаешь ты невероятен эй отбили а я не знаю куда он отправился это меня беспокоит я пойду поищу его эй беггер ну не ну не опять так нас детектив тайм глуман мус гурманский нос или гурманский да гурманский нос друзья почему ты убегаешь я ничего не сделал что ты прячешь о этот аромат это аромат геликатеса добро пожаловать в магазин синтеза черный кот о чем я и говорю что тут можно будет синтезировать у меня было такое предчувствие вот но к сожалению не хватает денег вот видите рефлект кольцо отражение есть хорошие предметы но ни денег у меня не осталось ненужных предметов для того чтобы что-то накастовать но правда задний вопрос непонятно лучше эти предметы или хуже кстати новый меч для зитана зитана рунтус какой-то зуб зитана нужно 2 метриловых кинжала чтобы его построить чтобы его синтезировать сорян так ну что давайте давайте смотреть может быть и купим два кинжала два кинжала две тысячи гилл пригодится лестница наверх тут у нас можно бегать по крышам второй этаж еще один сундук 843 гилл дело в том что дело в том что большая деревушка мне все любопытно и денег дают неплохо за то что мы здесь забегаем во всякие закоумки нам нужно по-моему два метриловых кинжала купить специальные шпайсы так есть они тут у него нет только продукты в самом начале был парень из оружия вот это он зидан упомянул мяч обязательно потому что любимчик главный герой можно упустить такой шанс вот теперь сразу поменяем какая-то какая-то у него способность счастливая семерка ну кстати у эксплоды больше видите жертва и а ну и тоже счастливая семерка жертва я помню заданную полностью вся жизнь не заканчивается заканчивается но пополняет он всем здоровье членом команды подождите еще какие можно синтезировать предметы которые крутые посмотрим что может может получится еще сделать сейчас пойдем на купю почему вопрос вот пелоскар глаз баку верно и минус все это видите вопросами ладно не заморачиваемся друзья давайте двигать дальше все равно там не особо потратить у нас денег и всего остального эй Виви что с ним такое так ну я конечно за ним хочу бегать но мне интересно что здесь круг жизни ага я знаю что вы прячете еду пошел вон это это яйцо наше это яйцо чокобо чокобо яйцо супер вкусное давай поделимся и съедим его мы не будем его есть ма 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 чокобо оставила его нам до того как перестала двигаться это точно мы вырастим его для нее вы сумасшедшие вы никогда не выращивали никакое животное ранее замолчи мы справимся я не верю вам вы съедите яйцо за моей спиной эй ребята а как вам удается всем разговаривать мы убежали прочь все по разным обстоятельствам говорит а как вы ну тяжело как-то блин совместить как получилось так что вы узнали что вам нужно собраться тут или убежать а ты помнишь как ты родился нет не совсем это было точно так же и со мной я просто проснулся в один день и возле меня лежало человеческое тело его тело было покрыто кровью оно напугало меня я не значил что я не знал что это обозначает я бежал так быстро как только мог когда я огляделся я был уже очень далеко от передовой и там были многие подобные мне и мы решили убежать вместе мы услышали об этой деревне после того как немного пошатались вокруг вот как я попал сюда понятно так а что нам этот парень расскажет интересно как там внизу там тепло или холодно нет ну там неприятно наверное на кладбище я так предполагаю так 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 многие из наших друзей перестали двигаться внезапно те которые были здесь раньше они перестали двигаться первыми возможно наша линия жизни ограничена так может быть нахлобучить их в картишке этих ребят говорят они это как-то так о вы хотите сыграть в игру да мы хотим сейчас мы их или они косят под дурачков или все же они на самом деле недалеки сейчас мы узнаем об этом в карточной игре тикс блин у меня нет со стрелкой вниз ай-яй-яй зато у меня есть вот такой вот крутой скорпион ой-ой-ой как он победил ничего себе гляньте у него какая заразища там походу два атака 30 защита очень мощная очень мощный противник но мы что мы сделали мы его захватим а его перезахватили да даже не знаю у нас счет равный но у меня видите я не могу ничем атаковать никак ну сюда поставлю да ничья сыграйте матч ну давайте попробуем у него очень крутые карты я хочу чего-нибудь выбрать интересного он у него у него убит ну у него у него Продолжение следует... Продолжение следует... Да, друзья, комбо-комбо! Я победил эту зеленую и победа! Супер! Чего мы заберем? Заберем вот этого, конечно, Тетра Мастер! Посмотрите, какая гадость здоровенная! Правда, не во многие... Ну, мало направлений у него есть стрелочки, но карта крутая! Да, забираем... Какой Тетра Мастер? Эта карта так называется? Это Тенсив Анти... Антлеон... Антлеон... Все, не-не-не, никаких ремачей, до свидания! Окей... Ну, что я могу вам сказать? Парни говорят так, как-то медленновато, туповато, но играют в карты они достойно! Так, тут у нас Квина... Ну, давайте с мудлом поговорим, может быть, письмо ему передать, какое-нибудь получится! Ага, у меня тоже... Тебе просьба передать кому-то письмо! Окей... Ну, и, в общем-то, и все! Давайте отправляемся к Квине, что у них тут за разборка с яйцом Чукобо! Зидан, ты тоже хочешь съесть яйцо? Чукобо... Яйцо Чукобо очень вкусное! Мы никогда тебе его не отдадим! Зидан! Ну, а, ну, понятно, это я уже не жалко по второму разу, так, давайте поговорим! Она, он с тобой? Можешь ты его отвезти куда-нибудь в другое место? Так, ну... Я хочу его отвезти, но она это сделать не получается! Короче, ребята, это ваши проблемы! Так, я чего-то тут нашел! Вот это вот, Грисал Гринс, я не знаю, что это такое, как-то... Морковка? На картинке похоже на морковку! Так, ну... Пока что Квину утащить с собой не получается! Давайте поищем, куда побежал сюда! Ой, тут... Виви! Ага, слишком опасно выходить самому! Ну, я как-то особо не собирался сам выходить, я просто не знаю, в каком направлении я могу найти Виви! А, по-моему, вот сюда я еще не заходил, да? Это гостиница! Но мы не готовы тебя отпустить! Ха-ха-ха! Почему? Так, и вдвоем он говорит, получается, только с одним! А вот и Виви, друзья! Виви, что случилось? Эм... О, Зидан! Это... Ничего! Что-то плохое случилось! Все черные маги вроде бы достаточно хорошие! Ничего не случилось! Виви, я голоден! Эти... Селяне едят ужасную еду! О, Виви, ты вернулся! Где ты пропадал? Ты выглядишь очень... Ты устал, правильно, Виви? Да! Я не видю тебя, мы ходили вокруг без остановки! Нам нужно передохнуть! Я отправляюсь в лес и поищу еду! Так, ну что, отдыхать, конечно же! Да, отдохнуть! А завтра утро вечера мудреней! Виви, что-то решил ночью куда-то смыться! И, по всей видимости, мы сейчас будем за ним следить! Зидан, Виви только что ушел! Может быть, он дал нам немного времени на романтическую беседу? Я серьезно! Я бы сильно не волновался! Но... Он пытается выяснить что-то для себя! Подумай об этом! Виви никогда не встречал черных магов, подобных ему! Но что если они будут с ним грубые или расскажут ему какие-нибудь страшные вещи? Ты думаешь, люди, которые собрались в этой деревне, способны на что-то подобное? Возможно! Возможно! Возможно, он найдет то, что он ищет! Найдет что? Место, которое сможет назвать домом! Домом! Дан! Место, которому он принадлежит! Эй, Зидан! Когда ты сказал дом, что это значит? Я не могу уснуть! Как насчет истории на ночь? Ну, давай посмотрим! Однажды, давным-давно... Ага, вот и снова ты меня дразнишь! Давным-давно... Был человек... Был человек, который не знал! Откуда он появился? Зидан? Этот человек искал место своего рождения с тех пор, как он был маленьким ребенком. Место рождения. Место, которое он помнил только в своих мечтах. Почему? Он хотел, возможно, знать о себе больше? О своих родителях... О родителях, о доме, где он был рожден? Однажды, этот человек покинул свой дом, покинул своего приемного отца и отправился в путешествие, чтобы найти ответы. Голубой свет, который он видел в своих мечтах... Голубой свет? Да! Он думал, возможно, это воспоминание о месте его рождения. Возможно, океан? Он нашел его? Он нашел? Эй, ты запрыгиваешь вперед! Эй, ты запрыгаешь... И знаете, что он сделал, когда вернулся к отцу домой? Поприветствовал его дома? Нет. Отец поднял свой кулак и ударил сына. Он так тяжело работал, чтобы вырастить. Но почему? Я не знаю. Но знаете, что больше всего его удивило? Отец улыбнулся после того, как его избил. Вы можете в это поверить? Он только что избил его? Ну а вот что подумал мужчина, который увидел улыбку его отца. Это мой дом. Это место, которое я называю домом. Мужчина все еще ищет место своего рождения, но у него уже есть дом. Возможно, то же самое и для Виви. Он ищет место, которое может назвать домом. Интересно, Виви останется в этой деревне? Кто знает. Это ему решать. Привет, рад видеть тебя снова. Я хотел бы у тебя кое-что узнать. В чем дело? Я хотел узнать, сколько людей остановилось двигаться? Сколько людей перестало двигаться? Это очень мило с твоей стороны, что ты используешь наши слова. Но ты уже знаешь, что значит жизнь и смерть. Ты спрашиваешь о наших друзьях, которые умерли, а не остановились. Семь наших друзей перестали функционировать внезапно. Я думаю, наша жизненная линия ограничена. Я подозревал об этом с тех пор, как первый остановился. Она немного варьируется, но в основном все останавливаются, перестают двигаться через год после того, как они появились. Нет. Я и об этом никому не рассказывал. Если я расскажу им, то они будут чувствовать себя точно так же, как и я. А что ты чувствуешь? Я не знаю. Страх. Я не хочу останавливаться. И, возможно, я хочу убежать от всего этого. Но жизнь в этой деревне со всеми остальными наполняет меня радостью. Наслаждение от жизни с ними перевешивает страх смерти. А для тебя это не то же самое? Путешествовать с твоими друзьями дает тебе смысл жизни. Я... Не знаю, что ответить, Визе. Really? Серьезно? Да. Я думаю, это то, что вы искали. Спасибо. Эй, в чем дело, Деггер? Зидан. Кто-то видел серебристого дракона в северо-западном... В северо-западной части континента. Люди в Кондо-5 называли это место святилищем. Вход, куда воспрещен. Я думаю, что Куджа говорил, что что-то секретное было спрятано на этом континенте. Ты слышал, он об этом говорил? Да. И что-то насчет... Источника... Тумана или МГУ. Возможно, мы сможем выяснить больше, если отправимся туда. И, возможно, мы сможем спасти мою маму. Верно. О, а где Виви? А если Виви скажет, что он остается? Эй, подождите меня, Виви? Все попросили в деревне отправиться в мир и рассказать им о нем. Понятно. О, чувак. Я думал, что я и Деггер смогут немного провести времени вместе. Что ты говоришь? Ты не можешь оставить меня здесь? Я голодаю. О, да, я забыл о тебе. Ну что ж, отправляемся все в Кондо Пики. И священное место, которое лежит вдали. Так, ну что, полностью деревню магов мы изучили. Было очень интересно, друзья. На этом мы будем заканчивать видео. Огромное спасибо всем за просмотры. Продолжим самое ближайшее время. Ставьте пальцы вверх. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok